МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком Барнаул» В студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Партия на тысячу доз в Барнаул доставили вакцину от коронавируса. Когда начнут прививать врачей и учителей? И как они к этому относятся? Упала, чнулся гипс. В краевой столице растет число травмированных из-за гололеда. За лучшие роли молодых актеров удостоили губернаторской премии имени Валерия Золотухина. В Минздраве России предложили ограничить передвижение между регионами из-за коронавируса. Это может коснуться в первую очередь туристов и обычных жителей. По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, такая мера должна предотвратить заражение внутри страны. Вступит ли это решение в силу, узнаем в ближайшие дни. А тем временем в Алтайском крае показатели смертности от COVID-19 остаются пиковыми. Уже пятый день подряд в ковидных госпиталях края умирает по 14 человек ежедневно. Количество выявленных случаев заражения колеблется примерно на одном уровне. Например, сегодня 220. Красные зоны региона сейчас заполнены почти на 70%. На данный момент в тяжелом состоянии находится 507 пациентов. 126 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 20 тысяч алтайских пациентов смогут получить лекарства от коронавируса бесплатно, большинство из них – барнаульцы. Об этом сегодня на аппаратном совещании в краевом правительстве сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов. Напомним, бесплатная выдача лекарств стартовала в регионе на прошлой неделе. Каждому заболевшему, который лечится на дому, выдается комплекс из нескольких препаратов. Антибиотики получили уже около 500 человек. Всего лекарства достанутся более 20 тысячам пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания. В Барнаул уже поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Вторая по счету включает тысячу доз биологического препарата. Для кого она предназначена? Когда в регионе начнется массовое прививание населения? И готовы ли вакцинироваться врачи и учителя, которые должны первыми получить иммуносыворотку? Код гриппа. Неделя до конца прививочной кампании против гриппа. В этом году она прошла на ура. Специалисты говорят, в 2020-м даже прежде всегда бесстрашные студенты не пренебрегают дополнительной защитой. Еще важнее привиться от гриппа и не болеть гриппом, чтобы не заболеть любыми другими заболеваниями, включая ковид. То есть организм должен быть здоровый, а здоровый организм с нормальным иммунитетом борется в принципе против всех болезней. План на эту кампанию – привить 1,4 млн человек. Укол уже поставили 85% взрослых края и 84% детей. Для сравнения, в прошлом году их общее число не набрало и половины намеченного. 2020-й в целом настраивает на вакцинирование. И чем год ближе к завершению, тем масштабнее процессы. В конце прошлой недели президент страны поручил начать массовую вакцинацию населения уже с 7 декабря. В первую очередь ввести иммуносыворотку должны врачам и учителям. Плановая работа по вакцинации от коронавируса – важная мера защиты здоровья, которая способна помочь системе образования сохранить приоритетный для нас очный формат обучения. В Москве с 5 декабря начали работать 70 прививочных центров. Привить планируют до 7 млн жителей столицы. Такие пункты должны открыться и у нас. Но пока в Минздраве края не берутся назвать даже примерные сроки. А москвичи, между тем, уже делятся советами, как быстро подать заявку на прививку. Достаточно просто подать заявку, если ты житель Москвы. И с тобой свяжутся, тебе скажут, когда и куда прийти. И в общем и целом вакцина, она двухэтапная. Двойная будет явка в эти прививочные пункты. Просто нужно заранее записаться. Компонент один у меня вот сверху стоит, компонент два внизу. А сколько их себе? Доз 1000. А это вторая партия вакцин от коронавируса в Алтайском крае. Она поступила на днях. Здесь 1000 доз, еще 963 придут в ближайшее время. Они предназначены для медработников. Вакцинация, подчеркивают власти, добровольная. По данным Алтайского Минздрава, желающих уже на 1000 вакцин вперед. Но среди самих врачей немало и скептиков. Они не решаются на прививку. Правда, врачи уверены, с вакциной последствия от коронавируса будут легче, чем без нее. Сельские учителя тоже намерены решительно. Я вообще всегда все прививки ставлю от гриппа, поэтому я только приветствую это. Тем более наша вакцина. Вот если бы она была иностранная, я бы ей не доверяла. А вот узнать мнение городских учителей не вышло. По сообщению из неофициальных источников, на днях Краевой Минобор направил городские школы документы, разослал сообщения в соцсетях о том, что учителям теперь запрещено общаться с представителями СМИ. И все через согласование. Почему административный орган вел цензуру, остается только догадываться. По логике массовая иммунизация учителей спасет от возможного дистанта в будущем. Наконец, второй четверти в таком формате занимается часть классов в 70 школах Края. Полностью закрыты два учреждения в Романовском и Павловском районах. Мы надеемся, что все-таки и иммунитет, который вырабатывается в ходе иммунизации, приведет именно к тому, что больше будет противостояние в организме наших педагогов к распространению и к перенесению инфекций. И все же сейчас говорить о массовой вакцинации населения в Крае, в том числе в Барнауле, рано. Заявленный президентом старт на этой неделе на Алтае точно не случится. Спутник, по словам специалистов Минздрава, полететь не раньше первого квартала следующего года. Поскольку пока непонятно, когда и в каком объеме придут очередные партии вакцины, начнут работать пункты заявок и добровольцы. Механизм еще лишь начнут отрабатывать. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Алтайский край получит почти 135 миллионов рублей на ковидные выплаты медработникам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Из резервного фонда на эти цели выделено 10 миллиардов рублей, которые будут направлены в регионы. На так называемые социальные выплаты могут рассчитывать медработники, оказывающие помощь по диагностике и лечению ковид-19, медперсонал, контактирующий с пациентами, а также военнослужащие, которые выполняют аналогичные задачи. Напомним, суммы выплат будут зависеть от количества отработанных смен. К другой теме, но тоже медицинского характера. Барнаульские травматологи ожидают роста пациентов, пострадавших на льду. Особенно в новогодние праздники. По словам врачей, это ощущается уже сейчас. Виной всему на ледяной дорогах, коньки, лыжи, ледяные горки и алкоголь. Что чаще всего ломают бурнаульцы и делают ли что-то власти, чтобы на улицах было не так скользко? Расскажет Ирина Корчагина. На рентген сейчас пойдете 319 кабинет. Данилу всего 10 лет, а за его плечами уже приличный анамнез. Были ушибы руки, ребер, перелом ноги. Сегодня в травмпункт его привело повреждение кисти и пятки. Почти всегда сценарий один и тот же. Я на горку ушел, там был лед, я подскользнулся и упал. С такими же проблемами, как у Данила, в детскую травматологию за сутки попадает около 100 пациентов. Зимний сезон прибавил работы врачам. Многие дети становятся жертвами ледяных горок, лыж и коньков. И здесь есть единственный плюс. На маленьких пациентах все заживает быстрее. Примерно 60-70% ушибы, растяжения мягких тканей. Далее переломы верхних конечностей, нижних конечностей позвоночника. Ребенок более может быстро скомпоноваться, сориентироваться, в отличие от пожилого человека. И плотность костной ткани тоже имеет значение. Со взрослыми пациентами все сложнее. Они чаще всего ломают лодыжки, плечевые кости и кисти на ровном месте. Виной всему гололед, скользкая обувь, иногда алкогольное опьянение. В среднем за сутки обращается 35-40 человек. Из них где-то 10-12 человек при падении на голом льду. Если брать пожилой возраст, это шейка тазобедренного сустава, которая требует оперативного лечения, долгой реабилитации. Здесь не болит пальцы, то есть не болит, они шевелятся нормально. Вот только вот это вот. Травма всегда приходит неожиданно. Эта пациентка просто возвращалась со дня рождения. Падение и подозрение на перелом лучевой кости. А кто-то пролежит все новогодние каникулы в гипсе. Кстати, в праздники кости барнаульцев хрустят все громче. Горки, санки и коньки превращаются в ледовое побоище для рук и ног. На новогодних до 17, до 18, до 20 пострадавших будут точно. А пока оказаться в травмпункте можно из-за банального гололета на улицах Барнаула. Хоть в мэрии пытаются решить этот скользкий вопрос. С начала зимы дорожники уже израсходовали 200 тонн песка на городские тротуары. Дороги посыпают песко-соляной смесью. Кстати, если вы считаете, что тот или иной тротуар в городе угрожает вашим конечностям, вы можете позвонить по телефону Автодорстроя, который видите на своих экранах. Ирина Корчагина, Николай Шелко, День с толком. Жители четырех барнаульских многоэтажек, двух детских садов и школы сегодня остались без холодной воды. Причина – порыв водопроводной трубы, из-за которой пострадали в том числе и автомобилисты. Вода в 20-ти градусный мороз в миг сковала колеса припаркованных вблизи машин. На месте происшествия побывал наш корреспондент Илья Кочетков. Вода, кругом вода, точнее лед. Первый крупный порыв этой зимы пришелся на первые сильные морозы. Для жителей домов по улицам Попова и Панфиловцев, что оставили сегодня автомобили у подъездов, утро началось с неприятных моментов. Такая ситуация первый раз в морозы, что неприятно, конечно, но что делать. Я надеюсь, что машина еще не замерзла, поэтому получится уехать. А как вы теряете, отдалбливать? Ну, я не знаю. Тут я смотрю, вроде еще не сильно примерзла, замерзла, поэтому я думаю, наверное, уедем. Ну, если что, лом дадут. Ледовый след протянулся на несколько дворов вдоль Попова. Очевидцы говорят, порыв произошел еще затемно. И вода хлестала довольно сильно. Подачу воды ограничили в четырех многоэтажках, школе и двух детсадах. По словам заведующей дошкольного учреждения, на территории, которую произошел порыв, родители попросили забрать детей домой. В Барнаульском водоканале пояснили. Прорвало трубу диаметром 300 миллиметров. Поломку устраняют две бригады и две единицы специализированной техники. Причиной основной является промерзание грунта и, соответственно, идут подвижки грунта, которые приводят к деформации трубопроводов. Учитывая, что тут трубопровод чугунный, повреждения значительной части из-за этого фактора происходят. Полностью завершить работу и вернуть водоснабжение коммунальщики обещают сегодня до восьми вечера. Между тем, синоптики предупреждают, в ближайшие дни температура воздуха в Барнауле может опуститься ниже минус 20. Так что, возможно, новые порывы не заставят себя долго ждать. Вот оценивать качество бетона на дорогах Барнаула и в других городах региона будут с помощью новых приборов. На днях в Центральную строительную лабораторию крупнейшего предприятия Края по ремонту дорог поступило современное оборудование. По мнению специалистов, оно способно повысить выносливость дорожного полотна. Продолжит тему Валентина Аскирова. Секторный уплотнитель, реометр и устройство для определения колеи с новым оборудованием для оценки качества асфальтобетона и битума сотрудники Центральной строительной лаборатории уже на ты. В июне этого года сменились ГОСТы в оценке асфальтобетона. Назрела потребность в других приборах. Если раньше основным показателем качества был коэффициент уплотнения, насколько уплотнена смесь, прочностные характеристики, предел прочности и так далее, нажатие, то сейчас этот вектор сместился в сторону колееустойчивости асфальтобетона. Насколько он сопротивляется воздействию сдвигающих нагрузок от автомобильного транспорта. На приобретение иностранного оборудования для контроля качества из краевой казны ушло 25 миллионов рублей. Мы, получается, стали еще на шаг ближе к улучшению выполнения дорожно-строительных работ. Также будет повышаться качество выполняемых работ. И, соответственно, наши автомобильные дороги будут служить нам дольше и радовать нас всех. Новое оборудование опробуют уже этой зимой до начала ремонта дорог. После новогодних каникул в лаборатории начнется настоящий ажиотаж, отмечают специалисты. Они начнут выезжать на карьеры производителей щебеночных и песчаных материалов, отбирать пробы битума и тестировать его качество. Валентина Аскирова. День с толком. В краевой столице перекрыли движение на одной из главных площадей города – Сахарова. Традиционно в преддверии Нового года ее делают пешеходной забавой ради. Здесь строят главный снежный городок Барнаула. На этот раз площадь перекрыли на полтора месяца. Движение машин на проспекте Социалистическом от улицы Молодежной до Мерзликина приостановили накануне. Его возобновят лишь в следующем году, 17 января. Все это время Сахарова будет оставаться главной новогодней площадкой города. Здесь возведут ледяные башни с подсветкой, поставят елку и сделают иллюминацию. Также установят четыре маленькие горки, 14 ледовых барельефов, скульптуру быка, Деда Мороза и Снегурочки. Подробнее об оформлении Сахарова и других площадок, а также о подготовке Барнаула к Новому году в целом смотрите в наших ближайших выпусках. Молодых алтайских актеров удостоили губернаторской премии имени Валерия Золотухина. В этом году ее присуждают уже в седьмой раз, но впервые без зрителей. Торжественная церемония прошла в Алтайском государственном музыкальном театре. Процедура определения лауреата проста. Театры на суд специальной комиссии предлагают портфолио претендентов с их биографией и видеоспектаклей. По итогам отбора премии по 50 тысяч рублей достались четырем артистам. Вокалисту Алтайского мустеатра Насимину Риманову, актрисе МТА Наталье Следневой, Максиму Сивкову из Бийского драматического театра и актеру краевого театра драмы Виктору Осипову. К слову, Виктор – самый молодой из лауреатов, удостоившихся такой почетной премии. На его счету уже больше 20 ролей. Дипломы за лучшую мускую роль, дебют сезона и другие. Премию в области театрального искусства вручили сегодня и трем студентам Института культуры. Напомним, ребята получают по 15 тысяч за активное участие в творческих конкурсах. До встречи!